Всем привет! Сегодня у нас будет видео о косметике. Немножко поговорим сегодня о тенях. У меня спрашиваете, а вот ты любишь больше люксом пользоваться, а что-нибудь побюджетнее, подешевле? Очень трудно найти хорошие, прикольные находки в бюджетной косметике. Помните, я вам говорила, ну я нашла, сегодня я вам в этом расскажу, что-то очень люксовое, дорогое, что-то не очень дорогое. И какое качество, да, у этих средств сравним с вами. Сегодня будем говорить о косметике, о Viseart тенях. Они очень популярные были одновременно на YouTube года три назад. Это просто бомба была, они считались лучшими по качеству вообще в мире, пока других не стали производить побольше теней. И две вот таких палетки, это Revolution, Makeup Revolution London. Они продаются у нас в Турции Ватсонс, в России они тоже есть, на всяких сайтах, на Вайлдберрисах, в магазинах просто, в Магнит Косметик. Может, вроде я что-то в России, когда была, видела, что эту косметику у вас есть тоже. Итак, немножко о тенях, что это? У меня, видите, две яркие пестрые палетки. Я очень сильно хотела, вам говорила, что какую-то яркую акцент, ну, просто для видео снимать. У меня ребенок обожает тоже макияж, у меня дочка, поэтому она любит краситься, как что-то яркое. Дома я ей разрешаю брать кисточку, чем себе на лицо мазать. Ну, это как творчество, не знаю, развлечение. Для этого нужны какие-то недорогие тени, да. А то, что недорогая косметика тени, как правило, они очень плохо пигментированные. Либо они плохо тушуются, очень сильно пятнят. То есть, это проблема определенное качество. Скажем так, у тени очень важна, честно скажу, что хорошее качество теней, оно стоит денег. Такие, чтобы были яркие, плотные, хорошие тени, красивые, они стоят денег. Таких в масс-маркете очень трудно найти, это будет находка. Вот сегодня немножко о таких находочках поговорим. Но сейчас я сначала расскажу о дорогих тенях. Это Визиарт такая палетка, она производилась в сентябре 2020 года, где-то осенью. Одна у меня, их две вот в этой коллекции. Это у меня Париж. Сейчас даже здесь написано. 12 грамм здесь теней, такие они маленькие, видите. Такая тревел-вариант неплохой для путешествий, потому что здесь есть зеркальце. Это действительно удобно. Но у меня есть много претензий. Видите, здесь начнем с того, что закрытая вот эта пленка, которая упала. Потому что они все очень сильно крошатся. Они магнитные. Если их наклонять, они выпадают, выпадают просто жесть. Смотрите, как они крошатся, это все очень сильно видно. Поэтому использование их не очень, скажем так, приятное. Они очень сильно летят, пылят. Даже при наборе, при растушевке под глазами много. Если темные какие-то оттенки берешь, остаются. Качество хорошее. Ну, просто смотрите, какие они маленькие. Здесь очень плюсы. Давайте начнем с плюсов. Большой выбор палитры цветов. Очень много макияжей можно сделать. Казалось бы, такое невзрачненькое. Как видите, холодные оттенки мои холодные. Розовые, персиковые, коричневые, темно-коричневые. Матовые классные. У них не пятнят. Они очень хорошо тушуются. Потому что тени на уровне качества матовые, как у Наташи Динона. Плотные, хорошие, непятнистые. Классно тушуются. Хорошо работают. Мне очень нравится. Стойкие так. Вот сегодня весь макияж мы, кстати, вот этой палеткой выполнен. Но по цветам, честно, качество хорошее. Сейчас просто визиат раньше были очень крутыми. Аналогов не было. Сейчас очень многое производит. Даже в люксе можно найти что-то подешевле. В таком же качестве. Цвета не уникальные никакие. И платить всю стоимость за эту палетку нет смысла. Я сейчас цены не вспомню. Но она в районе 3000 рублей. Вот эта миниатюрка. Да, удобно брать с собой в поездку. Но так как они крошатся, везде сыпятся. То они рассыпятся, разобьются очень легко. Поэтому особо в поездку никуда не возьмешь. Но вот если бы они не крошились, так и не выпадывали своих рефилов. Ну, точнее, рефил из своих вот этих пластиковых емкостей. То было бы, конечно, круто, удобно. Но, блин. Мне они вообще, честно, вот посмотрите, напоминают Ruby Rose тени. Такие же маленькие, такие же шиммеры вот эти. Вот ощущение, что я Ruby Rose в руках держу. То качество я, конечно, не помню. Это было детство. Да, набираются сатиновые классные. Постоянно всякие накрошенные. Но неплохо. Мне очень нравится вот этот серенький у них оттенок. Холодно у меня здесь в уголке чуть-чуть. Они хорошо растушевываются. Знаете, я бы это назвала палетку. Если вы любите пользоваться люксом, канон, Шанель, Диор и так далее. Такое же качество, но более пигментированное. Такие же мягкие, удобные в нанесении. Сатиновые классно тушуются. Но если вы, не знаю, гонитесь за качеством из последних денег, я бы, честно, не посоветовала покупать эту палетку. Я ей пользуюсь. Рука к ней тянется, потому что она универсальна. Хорошие оттенки мне подходящие. Возможно, я буду брать ее в путешествие. Если мне куда-то надо будет, возьму. Но как просто такую настольную на каждый день. И когда у меня большой выбор теней, я бы не стала просто так рандомно тратить 3000 рублей на эту миниатюрку маленькую. Но ассоциация с Ruby Rose, простите, сама собой очень сильно напрашивается. Форма рефилов и так далее. Не особо что-то, скажем так. Я разочарована. Качество крутое, но сейчас аналогов очень много хороших. Может быть, 5 лет назад на YouTube это было круто, но сейчас уже нет. И две палетки вот такие яркие. Яркие. Сначала я приобрела вот эту. Итак, я их покупала за 105 лир в Атсонсе. Какая-то распродажа была. Так они чуть подороже. Может, 140 где-то, не знаю. Их цены полные. В России это где-то 1000 рублей. А так они полторы, допустим. Условно говоря, 1300-1400 стоят. Я зашла на сайт, покупала средства вообще на самом деле для волос. Увидела эту яркую палетку. У-ля-ля, боже. Я захожу тут же в YouTube и вбиваю название этой палетки. Помните, я говорила, что хотела цирк Наташи Динону купить, что-то яркое? Я поняла, вот отличная замена. И мне выходят видео блогеров, что они, кто снимал какие-то ревью. Блин, и о видео говорят о том, что они очень пигментированные, такая, за 1000 рублей. Я бы не сказала, что это дешевый вариант, 1000 рублей это не маленькие деньги. Но так как сейчас стоит масс-маркет, всякие Maybelline, L'Oreal, тоже они по этой стоимости. Поэтому смотрите, какие большие рефилы, яркие. Из бюджетных, недорогих палеток, даже это лучше, больше, чем NYX, гораздо качество синие лучше. И количество рефилы огромное. То это выигрывает по яркости. Они реально такие яркие и есть. Нисколечко не при увеличивании промеженка. Можно что-то яркое, интересное поиграть для себя. Я для этого купила. Очень круто. Я вообще ни капельки не жалею. Да, тени не супер дорогое качество. И не супер классно они растушевываются. Но как акцент, какие-то стрелки делать, рисовать. Что-то под какую-нибудь яркую такую подложку белую, да, чтобы хорошая, плотная была. Они будут очень круто и ярко смотреть. Но они и так-то неплохие. Видите, у меня уже дофига в них такое все поюзанное. Потому что у меня ребенок просто, она вот так, когда это увидела. Вот, смотрите, какие они яркие. Сейчас перенесем на руку. О! Ну, они прям такие уж яркие. Это, конечно, она набирает кисточкой на хорошую базу. Вот этот рефил, этот и вот этот. Это кремовая консистенция. Но она не очень хорошо набирается пложеплотным таким спонжиком. Они довольно-таки блёкленькие. Точнее, они набираются красиво на кисточку. На век переносится. Ну, так, не очень сильно. Нет особо искры. Вот эти вот два вообще огромные шиммеры с блестками. Они такие же, кстати, есть в палетке Худу Бьюти. То есть, маяка превалюшенные повторяют палетки всякие популярные, знаменитые. И вот эти, структура вот этих теней, это блестки конкретные, они, естественно, навеяны Худой Бьюти. А вот эти кремовые тоже по составу, как вот те кремовые у Худу Бьюти. Только цвет другой, да, и там мраморных частичек нет. Но как яркая павлинистая за 1000 рублей палетка очень круто. Я её заказала, потому что на самом деле я хотела себе зелёную палетку для теней. Просто мне показалось, что зелёный цвет у меня неплохо смотрится с голубыми глазами, когда я делала макияжи. Конечно, если сравнивать эти блёстки и вот эта яркость, и Наташу Диноны, помните, я вам показывала маленькую пятёрку у меня, там, где одни только шиммерные, блестящие. Конечно, качество Наташи это, это, конечно, проигрывает. Это никакая не Наташа Динона. Но поиграться, чтобы было интересно, да, стоит того. И я купила, на самом деле, хотела изначально вот эту коноплянную палетку себе. Но она везде раскуплена, на сайте её никогда нет. Уже давно я её видела и интересовалась этими зелёными оттенками. Мэйлт Косметик есть, здесь в Турции её нет, американская фирма. И у них вот знаменитая зелёная палетка коноплянная. Это её пародия, вот эта пародия на ту палетку. Так как мне ту не достать нигде здесь, в Турции, я решила купить вот эту. И случайно, буквально на днях я захожу в Адсенс покупать, там, салфетки какие-то для очков протирать. И я просто поворачиваю голову, и на меня стоит последняя на стенде вот этом коноплянном рекламном палетка. Последняя в наличии. Я, конечно, схватила и купила. Вот такие тени. Здесь у них очень классные матовые неплохие оттенки. По качеству точно такая же, как вот эта блестящая, яркая, пятнистая. Но она уже более носибельная, коричнево-зелёная. Я одно скажу, что они больше, скажем так, надо ими аккуратно красить, потому что, как видите, оттенки такие грязноватые. Им очень легко сделать грязь на веке. То есть, если ты берёшь, конкретно надо продумать заранее, что ты будешь красить себе, какая будет комбинация теней на веке. Но неплохо. Они довольно-таки пигментированные, но очень многие могут грязнить. Но если их брать по одному какому-то, допустим, я сделала складку века, как акцент. Зелёный такой можно взять, что-то там каким-то ещё, не знаю, шиммерным пройти сверху, то нормально будет. Здесь немножко другая история с блёстками. Вот этот и вот этот. Да, смотрите, как они набираются. Классно, да? Но они только на клей глиттерный сядут на веки. Оттенки очень красивые и пигментированные. Это как у Худы, которые блёстки-одиночки, да? Кремовая вот эта подложка, база. Так, вот этот и вот этот кремовый. Вот это уже сатин идёт, сатин, сатин. Это уже матовые, матовые, матовые. А вот этот, это уже сатин, вот этот. Это серебряный с блёстками. Он такой полукремовый. Это что-то, знаете, вот такие же блёстки, как здесь, только помельче сделаны и помоланы меньше, мельче. И немножко кремовой базы в них. Но на пальце красиво, переносится красиво. Ой, пардон. А на глазах они не такие яркие. У меня такие же есть у Худы Бьюти блестяшки. У неё прям искрятся красивые. А это, ну, такое, подгон, скажем так. Ну, извините, тысячу рублей. Это всё равно неплохо и круто. Так что я осталась довольна моими покупками. Я утолила свой, знаете, зов художника порисовать что-то интересное, акцентное. Так что если у меня будет видеть что-то зелёное на веках в ближайшем будущем, то это вот эти две палетки яркие. Ребёнок просто у меня тащится. Это, знаете, даже детская косметика стоит, ну, дешевле, конечно, чем взрослая. Ну, я вот покупала всякие помады, тени. Но честно, мы нисколько, скажем так, с ней не в обломе остались с дочкой, что мы вот этим пользуемся. Вот этой, конечно, она. Вот буквально она на днях у меня просила, ей нарисовали там маску на лице, да, вот этот детский боди-арт или как это назвать, да, косметикой. И в итоге дома мы рисовали бабочку, повторяли вот этим, и ребёнок остался довольным. Они неплохо, они реально пигментированы. В общем, короче, неплохое поиграться кому интересно. Я прям девочке советую. Это лучше, чем NYX, потому что она в половину меньше размер, гораздо рефилы большие, матовые. Если, в общем, набирать их на хорошую базу, на какую-то плотную, то можно классно этим пользоваться тенями. Так что я надеюсь, что это достойная находка. В России это продаётся. Кого это интересовало, вот, пожалуйста, в интернете есть случай, не стало просто делать, зачем повторять какие-то чужие видео. Вот моё впечатление за свою цену в 1000 рублей, это достойные две покупки. Очень классно. Визиарт качественно хорошо, но много аналогов существует уже такое себе. Я докрашу, но я к тому, что визиарт тени, скорее всего, я никогда уже в жизни своей не повторюсь. Если там что-то будет классное, особенное, то да, а так нет. Спасибо за просмотр этого видео. Пишите в комментариях, может, у вас какие-то новинки, интересное что-то. Использовались ли вы этими тенями, что скажете по теням визиарт. Но у меня на данный момент в любимчиках это, конечно же, Наташа, но она лучше пока что. Худо тоже хороша, но худо пятнит, часто скажу. За неимением лучшим худо, конечно, пойдёт. Визиарт получше, чем худо качество, но вышка это Наташа Динона. Будем пробовать ещё что-то новенькое скоро. Так что, нужно ли вам будет видео, напишите в комментариях. У меня ещё есть для лица Hourglass палетка контурная, с зимы, с новогодних коллекций, золотая. Я ещё купила для сравнения, помните, Butter Bronzer? Это физишн формула набор тоже. Это Butter Bronzer, румяный и хайлайтер тоже у них кокосовый. Нужно ли снять сравнение и уже поговорим о палетках для лица контурных. Жду ваших комментариев. Спасибо за внимание. Всем пока.